Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона, и сегодня я вам расскажу плюсы и минусы работы в кавер-группе. Ну, собственно, по моему опыту. Все вы знаете, что я играю в кавер-группе, и поэтому мне есть что рассказать. Смотрите, музыкантов я делю, в принципе, на две категории. Первая категория — это музыканты, которые работают как сессионщики, грубо говоря. И второй тип — это музыканты, которые все вместе создали группу. Это относится не только к каверам, а вообще в принципе. То есть, например, если взять даже группу, которая играет в свой материал, бывает так, что очень часто есть один человек, который все придумывает, все делает, фронтмен. Ну, например, взять там Найк Борзов. То есть вот он все делает, а группы у него, музыканты, все время разные. Допустим, там Зимфира, то же самое. То есть, грубо говоря, есть артист и есть музыканты. И, соответственно, музыканты, которые там работают, это такие же сессионщики, как и в кавер-группах. То есть работа практически ничем не отличается. И второй вариант — это когда просто ребята собрались и все вместе сделали группу. То есть у всех равные доли, ну или примерно равные в проекте. То есть все как бы главные, скажем так. И вот кавер-группы тоже самое, есть два типа. То есть вот, например, моя кавер-группа Body Dance, в которой я играю, у нас как раз все мы собрались все вместе и делаем все вместе. То есть и рекламой вместе занимаемся, и заказами, и оборудование у нас общее, там мы его вместе все покупали. То есть все делаем вместе. Плюс этого какой? То, что меньше вложений. Минус, соответственно, каждый зарабатывает меньше. То есть, допустим, если один человек создал группу и просто нанял музыкантов, то он зарабатывает гораздо больше, а музыканты просто получают зарплату. Но, с другой стороны, у музыкантов меньше мотивация играть в этой группе. То есть, ну, грубо говоря, там не все, все не особо парятся, чтобы что-то там делать. То есть, если приглашенный музыкант, ну, он просто, да, там свою партию выучил и все. И он не будет там заморачиваться ни над чем. То есть, ему не скажешь там одеться поприличнее, он будет одеваться как хочешь. То есть, он не будет думать о том, чтобы группа стала суперкрутой. Вот, то есть, такая вещь. Также и у артистов. То есть, сессионщики, они просто работают за зарплату, за какие-то гонорары. Там понятно, что бывают премии и так далее, но работа практически не отличается. Вот. Так вот, какие плюсы и минусы? Ну, смотрите, именно вот относительно кавер-группы или творческой своего материала. Ну, смотрите, вот кавер-группа, да, во-первых, если брать на начальном этапе, то есть, допустим, когда группа кавер неизвестная и неизвестная группа со своим материалом. Фишка в том, что у кавер-группы гораздо больше шансов, во-первых, все-таки начать зарабатывать. Вот. Второй момент. Даже если вы зарабатываете не так много, все равно, когда у вас проходят мероприятия, какие-то концерты, к вам лучше отношения гораздо. То есть, например, если ты играешь просто в группу, которую никто не знает, и вы играете в свой материал, как бы вы круто не играли и то да сё, то есть, вы приезжаете, у вас будут всегда плохие гримерки, ваш райдер, ну, и райдера, может, у вас вообще не будет. То есть, вы будете приезжать там, организаторы будут тормозить, то есть, вы будете играть в основном бесплатно. То есть, когда ты играешь в свой материал, у тебя, грубо говоря, есть до и после. То есть, до момента того, как ты проставился, то есть, ты просто будешь играть в минус и вообще, то есть, не будешь ничего зарабатывать, будешь только тратить, к тебе будет отношение, тебя никто не будет знать, организаторы будут с тобой непонятно, как общаться, у тебя будут самые плохие условия по приезду на площадку, то есть, ну, то есть, все будет максимально плохо. И только стоит тебе прославиться, все, все тебя любят, все хотят, там, лучшие гримерки, лучшие организаторы, ну, и так далее. То есть, все самое лучшее. Вот. То есть, как бы, как и лотерея, грубо говоря. С каверами же немножко не так. С каверами это все более постепенно, и уже даже на начальном этапе к тебе уже совершенно другое отношение. Плюс ты уже играешь на других площадках. То есть, кавера играют на свадьбах, корпоративах и в барах, а обычные группы играют на каких-то непонятных, там, рок-концертах, ну, или каких-то вообще концертах, где, соответственно, и публика другая, и сами площадки другие. Вот. То есть, вот такая вот вещь. То есть, в этом плане получше. Вот. Минус такой, что, допустим, в кавер-группе есть определенный потолок в плане заработка. То есть, грубо говоря, ты не можешь собрать там, не знаю, там, десятитысячный зал, и на этом хорошо заработать на концерте. То есть, есть какой-то гонорар, есть какая-то, ну, рыночная цена, есть какая-то конкуренция. Вот. И, то есть, потолок примерно понятен. То есть, сколько группа может там максимум зарабатывать. Бывает, конечно, там у всех кавер-групп какие-то там исключительные заказы, где очень много заплатили, например. Вот. Но это редко. Это очень редко. И это происходит в основном уже с топовыми кавер-группами, которые просто, ну, их, там, допустим, их знают организаторы мероприятий и пихают их везде, там, и в Газпром, и куда угодно. И вот там может такое произойти. Могут просто, там, может, богатый человек подойти тебе там и денег просто так дать. Там может какой-то подарок подарить. Я вот не помню, какой-то музыкант рассказывал, что ж ему подарили. Блин, что-то вообще, чуть ли не машину, что ли, подарили. Просто так за выступление. Ну, то есть, такое бывает, но у моей группы такого еще не было. Были, когда деньги платили, но такого, чтобы что-то прям суперкрупного, такого не было. Поэтому заработок достаточно ограниченный. То есть, ты примерно можешь вообще, в принципе, прикинуть, сколько каждый музыкант в группе будет зарабатывать. Вот. Когда ты играешь свой материал, то тут уже безгранично. То есть, если ты стал известным, то есть, известность тоже бывает разная. То есть, допустим, может быть, известность, ты собираешь залы, там, 300 человек. Может быть, например, 500 человек. Может быть, залы 1000 человек. А может быть, уже такой, типа, 10 тысяч ты можешь собрать. Вот. И тогда уже это, ну, очень круто. И, соответственно, ты... То есть, потолка практически нет. То есть, все зависит уже от творчества. То есть, твое творчество может... У тебя, может быть, какой-нибудь хит так сильно выстрелить, что его просто будут все нарасхватки. Ну, как вот, например, Эл-Джей рассказывал, что он приезжал... Эл-Джей... А, или Федук. Федук рассказывал. Ну, у них вот одна песня, вот на двоих это «Розовое вино». Он рассказывал, что он приехал на корпоратив каким-то айтишником и просто спел одну песню, и ему заплатили, по-моему, 400 тысяч. Или 600 даже. Вот. За одно выступление, за одну песню. То есть, он приехал, под минусовку ее спел. То есть, это не кавер-группа, где ты там целый день свой аппарат выставляешь, еще что-то. Ты просто приехал, спел под минусовку, и все. И заработал 400 тысяч. Вот. Так что, плюсы вот именно своего материала, как бы, такие. Но, очень сложно стать известной группой. В этом и вся проблема. Вот. Поэтому кавер-группа более реальна. То есть, более реально стать кавер-группой успешной. А уж если кавер-группа не в Москве и не в Питере, все сюда рвутся, как бы, играть. Но, на самом деле, если вы где-то в регионе живете, ну, в таком, более-менее нормальном, там, большом городе, в Миллионнике, например, то это гораздо лучше. Потому что, у вас гораздо меньше конкуренция. И если вы сделаете группу уровня московских топовых кавер-групп, то там вы просто будете офигенно зарабатывать. Вот. И, ну, вот я знаю просто лично такие примеры, что люди приезжают в Москву и такие, типа, а чего в Москве так мало платят? А чего заказов нету? А чего ничего нету? И ты им объясняешь, чувак, тут просто, как бы, конкуренция капец. Тут этих миллион кавер-групп, все играют. И тут, чтобы, типа, кавер-группа была на расхват, нужно просто фишку иметь какую-то крутую. То есть, нужно быть особенными, нужно круто играть, нужно делать крутое шоу, круто выглядеть, там, ну, и так далее по списку. Вот. Поэтому, как бы, вот такая вот вещь. И вот смотрите, соответственно, музыкант, который, допустим, работает в кавер-группе, вот. То есть, в принципе, разницы между кавер-группой и творческим артистом, я думаю, что почти нет. То есть, если ты работаешь как сессионщик. То есть, что там тебе платят зарплату, что тут тебе платят зарплату. Единственное, допустим, если ты играешь в какой-нибудь там группе, ну, не знаю, там, какую-нибудь современную взять, там, допустим, Пошлое Моле. Вот у них есть гитарист, он играл у Встрыкала, играл. Вот. И сейчас он в Пошлое Моле играет. То есть, вот он как сессионщик пришел, соответственно, у него есть какой-то гонорар, какие-то премии. Но у него есть еще вот эти тусовки. То есть, если кому-то это нравится, то там всякие автопати, вот эта рок-н-ролльная жизнь, потому что, ну, вот такие группы типа Пошлое Моле, это, по сути, рок-н-ролл, панк-рок и так далее. Вот. То есть, если кому-то это нравится, именно такая жизнь, то да, плюс ты ездишь по всей стране, а то и по миру ездишь, вот, выступаешь. То есть, везде ты как бы, то есть, ты дома не живешь, ведешь такую гастрольную, такой плотную, ну, гастрольную жизнь такую плотную. Вот. А, например, в каверах, вот, допустим, мы играем, ну, мы вообще играем в Москву, Московскую область. Нас пытались как-то раз заказать, хотели в Грузию заказать, но это все очень сложно, потому что клиент, когда он понимает, что, допустим, нам звонят иногда с какого-нибудь там, с другого города, то есть, там, допустим, тысячи километров от Москвы, вот, и хотят нашу группу заказать, и они сразу же понимают, что, во-первых, ценник, то есть, у них уровень жизни пониже, и они, соответственно, для них это еще дороже стоит. Плюс, группу надо привезти, а чтобы туда привезти, это ты тратишь еще практически гонорар, сколько стоит группа, а то и больше. То есть, нужно, допустим, у нас пять человек, нужно, соответственно, всех поселить в отеле, всех перевезти, скорее всего, на самолете лучше, потому что, ну, на поезде можно, смотря, ну, смотря какое расстояние, то есть, там, не знаю, там тысячи километров, это уже на поезде, как бы, достаточно долго получается. Вот. То есть, получается, нужно всем билеты купить, проживание, питание, плюс, например, в Москве у нас есть свой аппарат, мы его можем тоже поставить гораздо дешевле, чем прокатчики. А если мы куда-то поедем за город, то, естественно, мы его не повезем, то есть, им надо еще аппарат поставить. Ну, то есть, это очень накладно, очень дорого. И поэтому все кавер-группы, в основном, выступают там, где они живут, то есть, в том месте, ну, в одном месте, редко куда выезжают. Хотя я вижу, вот, многие кавер-группы топовые, они, конечно, ездят по миру, потому что русские люди везде устраивают корпоративы, и в Куршавеле, и в Италиях, там, в Испаниях, и, соответственно, нужны русскоязычные группы, и их, соответственно, привозят. Вот. Так что, вот такие вот плюсы и минусы. Но вот в плане того, что на начальном этапе, то есть, если вы создали кавер-группу, и, допустим, вы можете вообще, вот, допустим, у вас, там, не знаю, 5 человек, вы можете за 25 тысяч выступать. То есть, по 5 тысяч на человека на начальном этапе, в принципе, достаточно неплохо. Вот. И у вас будет какой-то райдер, там, покормить и так далее. То есть, у вас уже будут неплохие такие условия. Плюс вот эти вот все свадьбы, уже люди взрослые, то есть, как бы атмосфера такая. А, кстати, забыл еще минус. Офигенные у кавер-группы, что бывает очень часто ситуации, что ты играешь в пустом зале. Хотя у групп со своим материалом такой, на начальном этапе, такое постоянно. То есть, вот я играл в своей группе, тоже творческой, и постоянно ты приезжаешь в зале, там, 5 человек, и все. И, как бы, ты выступаешь в пустом зале. То есть, это бывает у всех, но у каверов это очень часто. То есть, потому что, допустим, бывает, ну, допустим, свадьба в будний день, там, или в пятницу. Вот. Или, например, бывает свадьба в воскресенье делать иногда. Вот. И, допустим, людям, ну, в будний день это самая стандартная ситуация. То есть, люди пришли туда, многие не пьют, многие не гуляют в полный отрыв. И, соответственно, все так культурненько сидят. Обычно это свадьбы небольшие, там, 35-40 человек. Вот. И, соответственно, никто не хочет прям так танцевать, радоваться и так далее. И ты играешь просто, все как бы сидят на стульях, слушают. Ну, как бы, да, кто-то может похлопать, там, показать, там, вот, классно, ребята. И все. И ты вот так вот играешь. И вот, допустим, тут тоже, вот у нас программа, мы все-таки такая группа, которая драйв делает. То есть, мы с самой первой песни начинаем сжечь. Вот. И если вот получается такая ситуация, то немного странно. То есть, мы играем по жести, рубимся там какие-то песни, а люди просто сидят так на тебя смотрят. Вот. Ну, тогда мы в процессе уже стараемся, бывает, что переделать как-то программу, вставить туда какие-то более легкие песни, более лаунжевые. Вот. Но все равно, тем не менее, это не очень комфортно. Вот. Самый кайф, конечно, когда люди просто колбасятся и как на рок-концерте прыгают вместе с тобой. И у нас, наверное, все-таки таких процентов 80 выступлений. Вот. Не так часто бывает, что в пустом зале играешь. Вот. Но, тем не менее, бывает, и с этим ничего не поделаешь. Бывает еще, из-за организаторов, опять же, которые неопытные организаторы, они неправильно ставят кавер-группу, не в правильное время. Вот. Ну, выход делают не в то время. И из-за этого тоже люди там, ну, допустим, сидят люди, их ведущий, допустим, ну, такая обширная шоу-программа, то есть, допустим, ведущий их развлекает, какие-то еще там фокусники, еще что-то. Они сидят там два часа просто за столами и вот всю эту шоу-программу смотрят. Все уже хотят в туалет, хотят курить. Вот. И все. Ведущий говорит, ну, а теперь танцевальная пауза, выходит кавер-группа, и все люди, что, они два часа сидели, они просто все идут на улицу, особенно если это лето, и курят, общаются, а мы в пустом зале просто играем. Вот. Это такое тоже бывает. Вот. И обычно, если мы видим, что так произошло, мы сразу же после первого сета выходим, ну, подходим к организатору и говорим, давайте стараться так, что, допустим, пусть они сначала покурят, выйдут, потом уже, когда им нечего будет делать, там полчаса, они заходят обратно и уже объявляют кавер-группу, и уже начинается шоу-программа. Вот. Ну, то есть, разные ситуации бывают, ну, в общем, вот такие вот, как бы вещи. Ну, вроде бы все рассказал, не знаю, сто пудов что-то забыл сказать, но, тем не менее, надеюсь, вам это будет полезно, интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, спрашивайте в комментариях, что вам интересно, если какие-то вопросы будут такие, ну, которые меня заинтересуют, я вам отвечу и в комментариях, а может быть, даже и в видео потом сниму. То есть, на связи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok